Всем привет! Сегодня в программе Наш Спорт мы расскажем о первом в истории Красноярска чемпионате России по парашютно-горнолыжному двоеборью, о возвращении большого футбола на центральный стадион, а также фристайле, хоккей и даже собаки, которая решила себя попробовать в биатлоне. Поехали! Посетители Бобрового лога в минувший уикенд стали свидетелями уникального для Красноярска события. Впервые в краевом центре прошел чемпионат России по парашютно-горнолыжному двоеборью, или как его еще называют «пороски». Это новый зимний вид, включающийся две дисциплины – точность приземления и гигантский слалом. На чемпионат страны в Красноярск приехали 43 спортсмена из 11 российских регионов. Участвуют 7 мужских и 5 женских команд. Мужские состоят из 4 спортсменов, женские из 2 человек. По результатам горнолыжных состязаний в слалом и гиганте лидерство у сильного пола захватили спортсмены из Башкортостана. У женщин – представительницы Кузбасса, Перми и Свердловской области. И вот он, заключительный день состязаний – прыжки с парашютом. Спортсмены сняли лыжи и отправились покорять небо. Сейчас к своему выступлению в чемпионате России готовится сборная команда Новосибирской области. Вот вы видите, что они уже погрузились в вертолет и совсем скоро совершат свой прыжок, очередной в рамках чемпионата страны. Чемпионат России мы проводим на домашней земле. Это статус, это уровень и это большая честь выступать за сборную Красноярского края. Вертолет поднимает участников на высоту 1,2 км, после чего вся команда совершает прыжок. Капитан идет первым. Именно он после раскрытия парашюта должен определить примерное направление ветра и рассчитать свою работу так, чтобы приземлиться точно в цель. За ним следуют напарники по команде. При приземлении попасть в мишень необходимо первым касанием. При этом оно должно быть определенной частью тела, а именно пяткой левой или правой ноги. У каждого участника по пять прыжков. Сейчас в небе команда из Тюменской области. Спортсменам, как и всем остальным участникам, необходимо приземлиться вот на эту мишень, а точнее на датчик диаметром всего 2 сантиметра. И вот мы видим, что на наших глазах один из участников сделал это довольно успешно. За отклонение от мишени спортсмен штрафуется, то есть промахнулся на 50 сантиметров, получая штрафные 50 баллов. При приземлении в центр электродатчика звучит сигнал. Это значит, что спортсмен заработал 0 баллов. Таких прыжков у мужчин всего 7 из 145. Причем четырежды в яблочко попали двоеборцы из Башкортостана, которые на мировых чемпионатах неизменно в тройке призеров. Все было отлично, все прекрасно. Погодные условия как, не мешают сегодня? Погодные условия очень прекрасны. Сегодня открытое ясное голубое небо, очень красиво Енисей. Посмотрели сверху. Бесподобная красота. Уникальное место, потому что такие условия, которые сейчас созданы здесь в Красноярске, мы видели только на чемпионатах Европы, мира. Когда есть возможность кататься на таких подготовленных склонах, как у вас, прыгать в горных условиях. То есть до этого для нас была возможность только в Европе такие прыжки совершать. Безоговорочную итоговую победу в чемпионате России по сумме слалома гиганта и приземление на точность одержала мужская сборная Башкортостана, что в принципе было ожидаемо. Красноярская команда занялась последнее седьмое место. Наши спортсмены пока в этом виде спорта новички, но хорошо прогрессируют. У женщин лучшей стала команда «Алан». Отметим, что в России парашютно-горнолыжным двоеборем занимаются всего около 80 спортсменов. И только 7-8 человек составляют конкуренцию на соревнованиях мирового масштаба. Организаторы Красноярского чемпионата России заявили, что в 2021 году «Бобровый лог» может принять чемпионат мира по параски. В Российской Федерации не так много возможностей, где есть перспектива проводить эти соревнования. Нужно совместить, соответственно, сразу же и наличие горнолыжного склона, наличие площадки вертолетной, и, что самое главное, еще и вертолета. Сегодня, наверное, только Сочи обладает такой возможностью. Но у Сочи есть одна существенная проблема – это близость к государственной границе. Поэтому использование воздушного пространства там достаточно жестко контролируется и ограничено. Над Сопкой спустя несколько недель после Всемирной зимней универсиады вновь можно увидеть прыжки лыжников-акробатов. Здесь стартовал первый в истории Красноярска чемпионат России по фристайлу. Приехали практически все лучшие спортсмены страны. У девушек турнир сложился не просто для красноярской спортсменки Любови Никитиной. В индивидуальных соревнованиях она уверенно выиграла квалификацию, а вот в суперфинале допускала ошибки, причем, как и основные претендентки на победу. В итоге Никитина все же сумела выиграть золото. У мужчин золотую медаль прогнозируемо выиграл Илья Буров. Прыжок у представителей Ярославской области получился практически идеальным. Небольшая помарка была только при приземлении. В командной акробатике на медали претендовали семь команд, но золото спокойно и уверенно с большим отрывом выиграли все та же Никитина и ее напарник Илья Буров. Спортсмены набрали 193 с лишним балла и практически на 60 очков опередили ближайших соперников. Акробатов на склонах сопки сменили мастера Могула. Анастасия Смирнова из Пермского края выиграла на чемпионате страны в Красноярске сразу две золотые медали. Сначала в Могуле, а потом и в Парном Могуле. Сегодняшние соревнования прошли хорошо. Выступления тоже все хорошо выступали. Трасса в нормальном состоянии. У мужчин в Парном Могуле бронза досталась Красноярцу Никите Новицкому. Золото уезжает в Пермь с Дмитрием Колесниковым. Не хватило сил у меня на индивидуальный Могул и немножко на парный. Как бы сквозь зубы сейчас получается, сжав зубы выступал. Я очень-очень рад. Прям я совсем не ожидал, что сегодня все именно так сложится. Мы предполагали, что тяжелый матч был. Но удаление игрока и неси в какой-то степени облегчило профессионата. Эти слова знаменитого наставника Рубина Курбана Бердеева, который когда-то обыгрывал Барселону, четко отражают ту картину, которая происходила на поле центрального стадиона в минувшую субботу. Матч Красноярского Енисея с казанцами, по сути, поделился на две части. До удаления сибирского нигерийца Фигора Агуды и после. В первые полчаса гости смотрелись несколько лучше, но опасных моментов, по сути, не было. И тут как гром среди ясного неба удаление. Буквально за две минуты легионер Енисея Агуды получает две желтых карточки и отправляется отдыхать, оставляя свою команду в меньшинстве. Вторая желтая карточка и до свидания. Что произошло с фигуром Агуды, я просто не понимаю. Рубин начинает поджимать красноярцев, но делает это как-то с опаской. Самым активным с самого старта игры выглядит Харен Байрамян. Он, по сути, в одиночку пытается создать что-то впереди, за это и был вознагражден. На 59-й минуте полузащитник с экстравагантной прической открывает счет в этом матче. У нас внутри такое обидное состояние, потому что соперник играл в десятером. Мы смогли первыми забить, ввели в счете, но, не знаю, мне показалось, что игра сегодня была наша. Енисею замыкающему турнирную таблицу премьер-лиги очки нужны как воздух, поэтому хозяева пошли вперед большими силами. И это принесло результат. На 72-й минуте защитник красноярцев Али Гаджибеков, оказавшись в чужой штрафной, сравнивает счет. Нам и так уже терять нечего. Мы все понимаем, что нам нужно только очки набирать. Итог матча нищая 1-1. Ну, конечно, учитывая турнирное положение Енисея, результат не самый лучший. Но даже одно очко при игре в меньшинстве не самый плохой результат для красноярцев. Хочу поблагодарить ребят за то, что не опустили голову, смогли отыграться в меньшинстве. Хочу их поздравить. Отметим, что для Енисея матч с Рубином стал первым на своем стадионе после зимней паузы. Команда Дмитрия Оленичева набрала 12 очков и по-прежнему занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. В Кристалл-Арене состоялся товарищеский матч, посвященный закрытию хоккейного сезона. Наряду с профессиональными хоккеистами и игроками «Сокола» на лед вышли болельщики, представители власти и бизнеса. Всех участников разделили на синих и белых. В каждой команде по 15 человек. Один из болельщиков для того, чтобы принять участие в этой игре и сыграть с любимым вратарем, проделал путь в 700 километров из родного города. Из Новокузнецка, чтобы сыграть с «Соколом» и победать ребят из Новокузнецка, Андрюха Ледвинова. Сегодня в ворота придется вам забивать? Придется. Ну, обязательно я тему пропущу, раз он проделал такую большую дорогу. Здесь сегодня не будет силовой борьбы, наверняка, тем не менее. Как играть на расслабоне-то? Не знаю, как на расслабоне. Будет серьезная игра. Посмотрите все. Хорошая игра должна быть. Все должно быть замечательно. Ну, трак же не будет сегодня наверняка. Ну, этого никто не может обещать. Как поведет себя противник? Матч состоял из двух периодов по 25 минут каждый. Игра, конечно, не отличалась большими скоростями, тем не менее, всем пришедшим поддержать игроков с трибуны она пришлась по душе. Уже в первом периоде у Каучуковой диск пять раз побывал в воротах Юрия Петрова и Андрея Литвинова. Хотя вратари по несколько раз совершили отличные сейвы, вытащив мертвые шайбы. В перерыве в холле было настоящее столпотворение. Болельщикам удалось заполучить автографы от любимых игроков, которые радовали не только в играх чемпионата ВХЛ, но и в победной для России всемирной зимней универсиаде. Мне кажется, это очень здорово. И выражаясь современным языком хайпово, когда играют и профессиональные спортсмены, и люди, которые просто хотят играть. Это здорово. Видно же, конечно, что это не настоящий хоккей, но настолько заводит зрителей и самих игроков, это отлично. После перерыва соперники продолжили расстреливать вратарей. В итоге 6-5 в пользу команды в синей форме. По окончании игры, несмотря на счет, оппоненты решили пробить булиты. И здесь удача уже была на стороне белых. Боевая ничья, которая доставила удовольствие и всем тем, кто принял участие в этой игре, и тем, кто с трибун переживал за своих мужей, парней, братьев или друзей. И, конечно же, просто за веселый и интересный хоккей. Что в этом матче самое большее запомнилось? Больше всего? Наверное, то, что профессионализм хоккеистов, которые, наверное, делали очень большую скидку для нас. Они нас, ну, наверное, могли как детских садовцев обыграть, они даже дали нам что-то сделать. Интересно вообще играть парнями такого уровня, в принципе. То есть очень много интересного заешь для себя. Самый запоминающий момент в матче? Когда гол забил. Мне запомнилось то, что сегодня болельщики забивали в первую очередь. И, конечно же, поддержка наших болельщиков, которые пришли сегодня поддержать и хоккеистов, и партнеров, и тех ребят, которые выиграли конкурс болельщиков, сегодня участвовали в этой замечательной игре. Я считаю, что, несмотря на то, что победили синие, победила дружба, потому что по гулитам делая взяли реванш. После матча игроки «Сокола» продолжили щедро раздавать болельщикам автографы, ведь нынешний сезон закончен, а матчи нового стартуют только в сентябре. Сейчас же наступила пора залечивать раны и восстанавливаться после весьма продолжительного и тяжелого чемпионата. Ну и завершаем наш выпуск биатлоном. В эти дни в Тюмени проходит чемпионат России, где выступают красноярские спортсмены. В муском мостарте наш Сергей Коростылев стал 21-м, а в женской гонке красноярка Маргарита Васильева пришла к финишу 7-й. Но самый забавный эпизод случился в середине женской гонки. Смотрим. Так, ну вот у нас, посмотрите, что здесь происходит. Уже сопровождает спортсменок лайк, и будем надеяться, кстати, что все пройдет хорошо. Но на самом деле, так пытались работники стадиона поймать, но в данной ситуации, в общем, не очень получилось. Вот, посмотрите, у нас такое единение человека природы. Честно говоря, такого мы никогда не видели. Лайка, посмотрите. Она, кстати, уверена сейчас в десятке. Не надо бить собаку! Аккуратненько. Вот тренеры, да, нормально. Вместо того, чтобы ее, наоборот, с трассы аккуратненько заманить, топают ногами. И она бежит в десятки сильнейших, конкурируя с Мироновой. Осталось теперь, чтобы лайком подходила к стрельбе из положения стоя, ну и, так сказать, попробовала загрызть мишень.